Здравствуйте! Спортивные новости ТВ Брикс вашему вниманию. 23 марта состоится важнейший товарищеский матч по футболу. В преддверии домашнего чемпионата мира сборная России сыграет с Бразилией. Пятикратные чемпионы мира выйдут на газон лучников, которые подверглись масштабной реконструкции. РФС уже начал продажу билетов на этот матч. Билеты стоят от 1000 до 15 тысяч рублей. Впрочем, это пока не включились спекулянты. Китайский бегун Джан Пэймен намерен выступить на домашней зимней Олимпиаде в 2022 году. Он уже принимал участие в летней Олимпиаде 2008 года, а теперь планирует принять участие в домашних зимних играх. В каком виде спорта – пока вопрос. Одним из вариантов перерождения спринтер, закончивший карьеру год назад, рассматривает скелетом. Футбольный клуб Хэбэй Чайна Форчун из Китая всеми правдами и неправдами пытается заполучить Лионеля Месси. А клад в 100 миллионов – это далеко не все, что они готовы предложить великолепному аргентинцу. Возможность выступать с друзьями. Вот что бесценно. В Хэбэй Чайна Форчун уже перешли партнеры Месси по сборной – Лавесси и Маскеран. В Кубке Федерации по теннису в подгруппе А зоны Азия-Океания по две победы одержали команды Китая и Казахстана. Наши ближайшие соседи со счетом 2-1 сумели одолеть Индию. Теперь между лидерами подгруппы состоится решающий поединок. Парламентеры из ЮАР посетили Краснодар с рабочим визитом. Представители Южноафриканской республики намерены изучить опыт Краснодарского края в организации спортивных мероприятий и прежде всего Чемпионата мира по футболу. Напомню, что летом 2018 года матчи Мундиаля пройдут в Сочи. Вспоминая, что 8 лет назад Чемпионат мира проходил в ЮАР, у нас тоже есть чему поучиться у партнеров в Абриксе. На этом все. Встретимся через неделю. КОНЕЦ